Музыка Телеканал Спас, прямой эфир. Мощный святитель Николая, архиепископа Мирликийских чудотворца, уже с 21 мая находится в Москве. Завтра завершающий день поклонения, но... Вне сегодня, а завтра в 5 утра молебен и торжественные проводы в Санкт-Петербург. При несении мощей святителя Николая в пределы Русской Православной Церкви, Москву и Санкт-Петербург, стало одним из важнейших духовных событий для всего православного мира. За время пребывания мощей Николая Чудотворца в Москве, к ним приложились около 2 миллиона человек. И уже завтра святыня прибудет в северную столицу России, Санкт-Петербург. Очередь к храму Христа Спасителя растянулась на многие километры. И каждый человек, который приложился, ожидал чуда. О том, кому и как помогает архиепископ Мирликийских, мы поговорим сегодня в течение часа. В студии сегодня для вас работают Борис Костенко, Инна Веденицева, Наталья Москвитина и я, Галина Теряева. Только 10 июля к мощам святителя Николая поклонилось рекордное количество людей. 64 тысячи верующих пришли в храм Христа Спасителя. Сегодня, в последний вечер пребывания мощей в столице, наш корреспондент Иван Колесников работает на месте событий. Сейчас он выходит к нам на прямую связь. Иван, мы тебя слушаем. Итак, я слышу студию, слышу себя. Дайте мне уже, пожалуйста, рассказать. Погода следующая. 16 градусов на улице. Моросить дождик, легкий ветер. Привычное уже, к сожалению, московское лето. Вы знаете, несмотря на все проделки небесной канцелярии, несмотря на поздний уже довольно-таки час, очередь к мощам не ослабевает. Люди идут до сих пор. 1 миллион 850 тысяч. Это самое актуальное число к этой минуте. Число это означает количество паломников, которые поклонились, уже поклонились святыне. Но вы знаете, прежде чем продолжать рассказ о дне сегодняшнем, я думаю, что надо немножко вернуться назад. После того, как мощи стали доступны для всех желающих 22 мая, очередь к ним начиналась аж от Фрунзенской набережной за несколько километров. Среднее ожидание в очереди составляло 6 часов. А ведь многие люди приезжали с юга, с Поволжья, с Центральной России, даже с Урала мы видели людей, даже очень престарелых, которые приезжали. И вот представьте себе, что такое ночь, например, провести в автобусе, а потом 6 часов еще отстоять здесь. И когда мы общались с паломниками, они говорили, что сама возможность прикоснуться к святыне придавала им невероятный прилив сил. Но когда люди выходили уже из храма Христа Спасителя, безусловно, они испытывали самые разные чувства. Некоторые плакали, некоторые радовались, что это наконец случилось долгожданное событие. Многие просили о чем-то Николая, другие, напротив, благодарили его за то, что он уже сделал. И вы знаете, вот действительно прозвучало уже в эфире, 63 800 человек, именно столько людей в один всего лишь день 10 июля пришли поклониться мощам Николая Угодника. Вообще, в последние дни был замечен, скажем так, очень большой, зарегистрировано большое количество людей, резкий такой, скажем так, интерес к святыне, желание прикоснуться к ней. И вот сегодня, общаясь с людьми, мы задавали им один вопрос. Скажите, почему в последний-то день, почему так долго ждали? Ведь более 50 дней мощи находились здесь, в храме Христа Спасителя. Предлагаю послушать, что они ответили. Замечательный день, дождик, последний. Какая перемещивая погода, а главное праздник, сегодня же праздник, поэтому это замечательный повод. Прийти сюда. С праздником вас. Исповедовалась, причастилась, благословение взяла. С Божьей помощью не надеялась, не надеялась. А мы совсем не надеялись. Она говорит, пойдем, я говорю, ой, я три раза хотела пойти, но ноги больные, и поэтому тяжело было ходить. А мы до вчера приходили, но не успели. Мы до вчера приходили, в очередь не попали. Значит, сегодня Господь Бог нам дал пойти. Что просили, что чувствуете? Я не просил, я спасибо говорил, потому что он для меня уже чудес понаделал. А если не спрашивали? Ну, была страшная операция, практически умер. А вот жена молилась. И не умер. Мы простояли с хорошим настроением, что сейчас попадем. Все, все у нас получилось. Мы рады. Доволен, счастлив и как бы помолился за все. Иван, ты нас слышишь сейчас? Да, я вас сейчас слышу. Продолжается поклонение мощам. В координационном штабе нам сказали, что если поток людей не будет ослабевать, то, собственно, двери Храма Христа Спасителя, как и более последнего уже месяца, будут открыты до полуночи. Все желающие еще могут прикоснуться. Ну, в 5 утра состоятся торжественные проводы. Будет отслужен молебен. В 6.30 они направляются... Ковчег направляется уже в северную столицу. Но, собственно, верующие прикоснуться к святыне смогут уже в четверг в 16.00 в Троицком соборе Александра Невской Лавры. Спасибо большое. Мы еще вернемся в Храм Христа Спасителя. И Иван нам расскажет, что же происходит на данный момент. Ну и, конечно, вот то, что мы видели сейчас, это, главное, это радость людей, которые приобщились, прикоснулись к чуду. Вот это чудесное такое состояние, надеюсь, оно будет пронизано нашей программой сегодня полностью. И я предлагаю послушать свящего Патриарха, который, конечно же, приложил огромные усилия, чтобы все это состоялось. Мы еще об этом расскажем. Но здесь нужно обязательно обратить внимание на те слова, которые сказал святейший по этому поводу в Храме Христа Спасителя, когда мы встречали мощь Николая Угодника в Москве. Пожалуйста. На чем же основывается такое особое почитание святителя Николая в нашем народе? Всякое религиозное почитание связано с очень важным явлением, с ответом, который верующий человек получает, обращаясь к небесам. И вот в сознании нашего народа, в исторической его памяти запечатлены множество чудес, дивных деяний, которые совершались в личной и общественной жизни народа нашего благодаря молитвам к святителю и чудотворцу Николаю. Вот почему русское паство – это паство, исполненное огромной любви к святителю и чудотворцу Николаю. Вот почему в нашем сознании он воспринимается как русский святой, хотя никогда не был на Руси и ни по национальности, ни по культуре никак не был связан с нашей страной. Но он воспринимается нами как русский святой потому, что он вместе с нами прошел тяжелейшую, кровавую историю нашего народа. И, может быть, в самые трудные моменты этой истории молитва наша к святителю Николаю была особенно сильной. И с ответом на эту молитву мы связываем избавление Отечества нашего, народа нашего от многих и многих исторических катастроф. Верим, что и сегодня святитель и чудотворец Николай вместе с нами. И вновь, несмотря на тяжелейшие годы гонений 20 века, миллионы и миллионы людей на этой русской земле возносят к святителю и чудотворцу свои горячие молитвы. Да, на самом деле принесение мощей святителя Николая в пределы Русской Православной Церкви стало действительно одним из важнейших событий для русских людей. И именно поэтому, как мы с вами уже видели, святыне поклоняется большое количество этих людей и приходит в Храм Христа Спасителя. Но есть и другая категория людей, которая постоянно задается вопросом и упражняется в остроумии на тему. А зачем стоять в очереди, когда можно не стоять? Что в столице есть большое количество частиц мощей святителя Николая. И, собственно, знаете, главным критерием поклонения святыне становится некая такая комфортность. Отец Александр, скажите, пожалуйста, а паломничество может ли быть комфортным? Я думаю, что, конечно же, в первую очередь это усилие, которое человек тратит для того, чтобы пожертвовать чем-то ради Бога, ради того, чтобы прийти в церковь, ради того, чтобы встретиться здесь со святым. И вот, конечно же, подтверждение тех слов святейшего патриарха, которые мы сейчас слышали о том глубинном, коренном таком почитании святителя в нашем народе, оно подтверждается тем, что почти 2 миллиона наших соотечественников сейчас в эти дни приехали сюда в Москву, в Храм Христа Спасителя, оставили все, что можно, работу, какие-то дела, какие-то послушания, многое-многое другое для того, чтобы прикоснуться к святыне. Это само по себе дорогого стоит в духовном плане. Мы с такой духовной точки зрения должны понимать, что никогда наша вера не понесет никакого плода, если мы будем получать что-то с комфортом. Никогда любой человек на своем внутреннем, жизненном, религиозном опыте знает, что все то, что он получает через некоторые собственные усилия, посредством лишения себя чего-то, и приносит духовную пользу. Для примера, не нужно далеко ходить, сегодня закончившийся Петров пост как раз и является такой составной частью вот этой духовной системы православия, которая предполагает некоторое ограничение человека в еде, в пище, в каких-то развлечениях и так далее. Тут то же самое. Для того, чтобы прикоснуться к святыне, нужно совершить над собой усилия. Паломничество исторически всегда было сопряжено с усилием, расстояние, преодоление времени и так далее. Сейчас, конечно, что не так. Сел на самолет и прилетел в баре и поклонился святыне. Но далеко не у всех есть возможность это паломничество совершить. Поэтому, благодаря усилиям нашей церкви, стало возможным это пронесение сюда, где и тут тоже небольшое, казалось бы, но все же вполне соразмерное паломничество люди совершали на протяжении прохождения очереди. Спасибо. Вопрос отцу Александру. А вот если, допустим, из Ростова-Дону приезжает женщина пожилая, 83-х лет, и идет в Елоховский собор, где тоже есть мощи Николая Чудотворца, это же тоже совершение подвига, и также точно можно поклониться светлой памяти и попросить что-то, и поблагодарить. Мы же сейчас задаем именно тот вопрос, почему именно в Храм Христа Спасителя, а другие мощи, которые есть на территории Москвы в нескольких храмах, они же тоже являются святыне? Ну, на самом деле, надо всех нас предостеречь от такого понятного, оправданного с человеческой точки зрения потребительского отношения к святыне. Ну, это понятная схема размышлений. Вот есть, ну, простите, там в одном магазине и в другом магазине какой-то товар, который ты приходишь и покупаешь по лучшей или по худшей цене, где ближе, где дальше и так далее. Ну, ты о том же, то есть там ребро, а там что-то другое. Это наше общее такое бытовое отношение ко всему, что нас окружает. И к очереди тоже отношение к тому, что нужно выстоять просто ради того, чтобы получить какой-то результат. Здесь все не так. И очередь сама по себе, это не просто выстаивание в ногах, это усилие, которое... Это бег, я видела, как бегут люди по набережной, пожилые, детки маленькие. Конечно, конечно. Уже само по себе нахождение в очереди, это уже, как мы сейчас сказали, некоторые духовные... приносит духовную пользу. И прикосновение именно к этой святыне, которая связана со святителем Николаем, там находящимся в баре, рождает очень правильное настроение, состояние человека, когда он чувствует эту близость святого. Вот это вот одно из важнейших, наверное, таких составляющих православия. Когда мы в какой-то момент жизни, регулярно там, находясь в каких-то бытовых своих, семейных и прочих делах, забываем обо всем, приходим в храм, там на минутку поставить свечу или даже поставить на богослужение, и потом уходим и чувствуем, что мы ничего не почувствовали. И в какой-то момент однажды нас Господь посещает, и ты думаешь, что вот ты случайно зашел сюда, Господи, как же хорошо. И вот эта вот секунда, может быть, она потом живет во всей твоей жизни. И по протяжении долгого времени дает тебе возможность сохраняться христианином. И помнить, что вот ты совершаешь сейчас какой-то выбор в сторону греха или в сторону от греха, и благодаря вот этому моменту ты думаешь, «Нет, я не хочу, потому что я хочу вот так, когда мне было хорошо». И тут то же самое. Поэтому, конечно, человек, приезжающий хоть из Ростова, хоть из Чукотки, прикладывающийся к любой святыне, хоть в Москве, хоть в другом месте, также имеет благодать Божию для того, чтобы обрести какое-то утешение. Но это, конечно, нечто совершенно особенное. Отец Александр, вы сказали очень важные слова, что человек совершает усилия. Николай Николаевич, вы уже совершили это усилие. Я знаю, что вы сегодня посетили уже Храм Христа Спасителя. Расскажите о своем опыте. Дело в том, что мне в этом отношении большую помощь оказал мой юный друг Максим Соколов, который сидит совсем недалеко. И мы даже не думали, что мы сейчас встретимся, буквально через несколько часов, после того, как мы расстались с ним. А дело в том, что я, естественно, никому не мог допустить, чтобы я где-то пошел внутрь очереди, которые отстояли столько времени. А другой стороны, эти вот два дня, которые были, понедельник и вторник, у нас на работе были записи вот такие, знаете, с 10 утра до 10 вечера. Я дождался вот второго дня, когда уже тоже с недосыпами все-таки поехал туда к Максиму Соколову. И, конечно, я наблюдал движение этой очереди. Он меня расположил, значит, внутри храма. И, конечно, понимал, что люди, отстоявшие вот эту очередь, если тут кто-то будет вклиниваться, да еще узнаваемое лицо, это, ну, такое грехное лицо. Я прям, я лучше бы вообще не пошел, правда? Но мне вот Максим сказал, что может дождаться просто, когда закончится очередь. Это было где-то полтретьего ночи, или у меня утра уже, цвета. Это прям сегодня было, фактически. Ну, да, сегодня ночью, полуносит. И, конечно, ну, это было такое счастье, понимаете, потому что, конечно, когда я подошел уже после того, как очередь прошла, и все добровольцы были там такие счастливые, что все так хорошо сложилось. И вот Максим мне, вот, просто вот, поделите, вот это от него такой подарок, понимаете, от Максима. От всех организаторов, от добровольцев. Да, от добровольцев. Вот все написано. Благословение Святейшего Патриарха Московского Сергея Кирилла в память принесения мощей святителя Николая Чудатова Цисбари в Русской Православной Церкви с 21 мая по 28 июля 2017 года. То есть еще вот в Санкт-Петербурге она побудет до 28 июля. Николай Николаевич, расскажите о своих ощущениях. Вот что вы почувствовали после того, как прикоснулись к мощам святителя Николая? Ну, конечно, я сначала тихо-тихо пошел к святителю Филарету, который в перенесении его мощей из Торицейской лавры в Храм Христа Спасителя. Я сам имел большую радость и честь участвовать. Мы сопровождали его мощи, когда они были перенесены. В 2004 году, значит, через 10 лет после его прославления, в 1994 году, были перенесены по благословению святейшего Патриарха на Алексея II. Были перенесены, и он мне разрешил, так сказать, сопровождать эти мощи. Это было, конечно, великое ощущение. Я просто хочу напомнить нашим зрителям, что Николай Николаевич у нас потомок святителя Филарета Дроздова, что это очень важно для нас. Мне кажется, может быть, более точного святейшего родственника, потому что святитель Филарет был монахом, и он не имел детей потом. А его младший брат Никита Михайлович остался приходским священником в Коломне, и у него был приход в Боевленской церкви небольшой. А их отец, Михаил Фёдорович, он, конечно, был благочином города Коломны, настоятелем Успенского собора Коломенского. Вы так трудно держите икону. Наталья, скажите, пожалуйста, у вас была возможность прикоснуться к мощам? Нет, я не прикоснулась к мощам, но даже сама икона сейчас какое-то оказывает на меня воздействие. У меня сегодня удивительный день. 28 лет назад в этот день я осознанно крестилась. Но перед этим у меня был ваучер, я получила паспорт, и я продала этот ваучер и купила именно эту икону Николая Чудотворца из пожара. И она у меня сейчас хранится до сих пор дома. Я сейчас смотрю на нее, и у меня как будто кто-то меня гладит по голове. Хотите, верьте, хотите, нет. Именно эту икону. Наталья, скажите, в вашей жизни происходили... Фу, как трудно говорить. Нужно вы мне чуть позже дадите. А почему вы не пошли к мощам, Наталья? У вас не было возможности времени. У меня не было возможности. Если бы она у меня была, я бы непременно там была. У меня не было возможности побыть ночью в храме. Это все-таки надо было искать волонтеров. К сожалению, я не потрудилась. Но я поеду в баре и поклонюсь. У вас еще есть возможность приложиться к ним в Санкт-Петербурге? Вот я знаю, что Николай собирается к ним приложиться именно там. Да, к сожалению, у меня были съемки. И я действительно не смог. Хотя очень хотел. Вообще, я смотрел на замечательный, прекрасный собор. У меня много связано с этим. У меня была серьезная травма на съемках, которую я перенес. У меня разорвало грыжу позвоночную. И мне сам врач, когда делал блокаду, он мне сам сказал, иди молись. Просто иди помолись. Я пошел, Николай Чудотворцов помолился. Я взял вот эту маленькую иконочку и носил все время. Потом я уехал на операцию. Мне действительно помогло. Честно скажу, у меня сейчас родился третий внук. Да, я уже дедушка. И зовут его Николай. Поэтому я считаю, что это имя, оно не просто имя, оно очень святое. Но оно для меня очень глубокое. Вы обязательно приложитесь к мощам в Санкт-Петербурге. Обязательно. Я поеду туда. Я выезжаю завтра. Я встречу своего замечательного сына. И вместе с ним пойдем. Александра Невская, Лавра. И, конечно же, постоим. И с большим удовольствием постоим. Знаете, мне кажется, когда люди стоят, они же не просто стоят. Они же общаются. Они же проживают это состояние. Это творческий процесс. Ты просто живешь, общаешься с людьми. Все, я идем вместе, все. Они не просто стоят, эти люди. Действительно, жертва. Максим, ты видишь этих людей, которые под дождем стоят. Ты волонтеры, которые в этих дождевиках, на самокатах, тоже приносят жертву. А как подготовиться к этой очереди, чтобы сердце не озлобилось? Ведь это очень тяжело. Мне кажется, для того, чтобы сердце не озлобилось в очереди, нужно, в первую очередь, молиться. Вот были случаи, когда очередь пробивала потолок двух часов ночи, и мы понимали, что люди очень устали. Они отстояли 10-12 часов, и, ну, они морально начинают уставать. Уже темно, уже холодно. Может моросить дождь. И в этот момент мы изобретали способ, который срабатывал у нас каждый раз. Это мы брали граммофон и попеременно читали Акафи Святителя Николаева. И как только шлюзы открывались, а шлюзов могло оставаться там 3-4 еще на набережной, то есть это еще там час-два идти. Может быть, и 3, и 4. И мы вместе с каждым шлюзом молились. И когда они начинали идти, мы их просили не торопиться, не спешить, идти медленно, смотреть под ноги. И главное, с любовью относиться к тем, кто с ними вместе идет. Кто рядом. Но ведь уставали не только люди в очереди, а 400 волонтеров, которые ежедневно курировали эту очередь. Всего добровольцев ежедневно принимало участие от 300 до 800 человек. И всего приняло участие же около 18,5 тысяч добровольцев. За все это время. И я не скажу, что они уставали. Это не было даже неприятное, и неприятное, и неприятное уставалось, ее не было. Потому что люди делали все ради других. И это внутреннее состояние, когда ты отдаешь себя другим, когда ты проводишь время в этой любви, оно не чувствуется. Оно пролетает как секунды. И вообще вот эти полтора месяца, с которыми мы трудились, они пролетели как секунды. У нас уже все сейчас, все есть координационный штаб, все добровольцы. Это какие-то новые друзья, новые знакомые. И вот, не знаю, сегодня ночью мы будем провожать мощи, и, наверное, мы будем все плакать. Потому что это совсем какой-то другой уровень общения. Потому что тут не просто пришли познакомиться, там где-то познакомились в УЗИ, где-то еще. Это люди познакомились именно в состоянии, у святыни в состоянии совершения любви, если можно так сказать. Ведь все эти ребята, они все это время не прикладывались к мощам. Они вот именно сегодня приложали. Мне очень понравилась одна формировка, которую я услышал в СМИ за все это время, о том, что добровольцы – это единственные люди, которые проходят к святыне без очереди после 10-12 часов трудничества у мощей. Действительно так. Каждый доброволец подходит к святыне уже по окончании своего дежурства и только в конце него. Это может быть дождь, солнце, град, что только не было за последние полтора месяца с погодой в Москве. Но доброволец, когда он потрудился, он каждый обязательно подходил к мощам и в конце прикладывался к святыне. Потому что это было, это важно для каждого. Мы не платим деньги, мы не даем ничего взамен. Но человек, он пришел потрудиться, помочь святелю Николаю во время пребывания его в Москве. И значит, мы каким-то образом его отблагодарим. Отблагодарим его. С одной стороны, его возможностью потрудиться, а с другой стороны, это, конечно, соприкоснуться со святыней. Я следила за вами в Инстаграме. Это действительно какие-то геройские люди. Очень приятно видеть, что все, кто волонтерил, это молодые ребята и очень искренне верующие. Я просто готова вам поклониться в ноги. Спасибо, Наташа. Но к нашему разговору сейчас присоединилась Елена Борисовна Мизулина, сенатор и общественный деятель. Елена Борисовна, здравствуйте. Вы нас слышите? Да, я вас слышу. Здравствуйте, Елена Борисовна. Вам удалось поклониться мощам святителя Николая? Да, мне удалось. Я очень счастлива. Расскажите, пожалуйста, что это событие значило для вас? Во-первых, я хожу к святыням, когда нам предоставляется такая возможность. Спасибо всем. Это третье такое стояние в Храм Христа Спасителя за последние годы. И я рассматриваю это как испытание для себя. Для меня это очень важно, потому что благодать, которую приобретаешь, когда выдерживаешь это испытание, лёгкость душевная, сила энергетическая невероятная. Это всё то, что приходит благодаря этому стоянию. Хотя скажу, что непросто стоять. Бывают минуты, когда кажется не выдержать, а потом приходит второе дыхание. И стоишь именно ради того, чтобы потом приобрести вот эту лёгкость, эту силу, которую даёт святыня. Елена Борисовна, а сколько вы простояли в очереди, Елена Борисовна? 11 часов. 11 часов. Мы в 16 часов встали и до 3 часов утра. В общем... 10 часов. Да, около 4 мы были дома. Какое настроение было у людей? Вы же наверняка разговаривали. Приколепное. Понимаете, вот дело-то в том, что очень важно, я ищу и этот момент очень важен, когда находишься среди людей, действительно много обретаешь друзей. Во-первых, молодые. Это меня просто поражает. Я, наверное, была одна из самых возрастных. Очень много молодёжи, детей. Причём волонтёры подходят, говорят, пожалуйста, с детьми, мы можем вам помочь. Нет, стоят особенно дети, вот 9, 10, 11 лет. Нет, стоят с родителями. И это поражает. Говорят, нет, мы пойдём до конца. Вот и с нами такая же была Юля, Ольга Владимировна Литкова, и мы с ней вместе шли. Но и вот это общение... А мы тоже Акафьев, Николай и Чудотворцы читали на протяжении и пели на протяжении всего пути. Это облегчало нам. И к нам другие присоединились и тоже пели. То есть это действительно как бы мы все едины. Очень хорошие. Надо видеть, какие наши люди. Это проникаешься к ним необыкновенно добром и восхищаешь. Это на самом деле большой подвиг. 11 часов. Но неужели не пришла усталость в какой-то момент? Да, да. Да, вот это ж тут все стоят. Но вы понимаете, что здесь очень важно? Вот я вам хочу сказать. Это не только для каждого из нас верующих важно. То, что мы стоим, идём к этой святыне, мы стремимся к ней. Ведь не ради хлеба насущного, действительно, никто ничего от этого не выгадывает, кроме душевной силы. Но важно ещё и для того, чтобы... для нашей веры. Потому что мы, когда вот вместе идём, стоим, эти трудности преодолеваем. Мы очень схвачиваемся. Мы видим, как нас много. И мы идём не ради каких-то материальных вещей. Мы идём, потому что мы в это верим. Мы знаем, что это нам даёт силу. Это духовную. Это невероятное ощущение. И поэтому, на самом деле, я каждый раз, когда иду к этим святыням, я хочу это видеть. И я могу сказать, что действительно, вот это третье стояние, вот сейчас, которое идёт, оно самое многочисленное. Самое многочисленное. И очень много людей. Это меня тоже поразило. Раньше мы обменивались, показывали кто-то, в каким святыням стояли, какие иконы рассказывали, какие иконы виски, в действенном случае рассказывали. А здесь было очень много тех, кто читал молитвы, пел. И... то есть вот это меня поразило. Было очень много людей, которые подготовились к такого рода стоянию и стоялись текстами. Спасибо, Елена Борисовна, за ваше мужественное стояние. У нас на связи был сенатор, общественный деятель Елена Борисовна Мизулина. Спасибо вам большое. Инна, я знаю, что в соцсетях тоже пишут очень много интересного по поводу пребывания мощей в Москве. Расскажи, пожалуйста. Конечно, в социальных сетях это тоже не прошло мимо. Очень много пользователей Рунет пишут свои комментарии и делятся впечатлениями и радостью, говорят о своей любви к святителю Николаю. Вот, например, пользователь Виктор Козелин пишет. Святой Николай Чудотворец. Есть богатейший стяжатель Святого Духа. И многие вот уже как раз говорят о том, что очень жаль, что ковчег с мощами Николая Чудотворца уезжает в Петербург, потому что не все, к сожалению, успели приложиться к святыне. И Лара Нестерова пишет, мощи святителя Николая увозят. Не все успели. Для Москвы это очень маленький срок. Но, конечно же, не буду скрывать, что и в интернете очень много негативных тоже комментариев. И люди сомневаются в том, что необходимо было привозить мощи к нам в столицу, а затем уже в Санкт-Петербург как раз приводят даже списки храмов и монастырей, где есть уже частицы мощей. Вот, чтобы не быть голословной, могу прочитать слова Ольги Мироновой. В Москве в нескольких храмах все время лежат мощи Николая Чудотворца, и никаких очередей к ним нет. Почему именно к этим такое паломничество? И есть также комментарии другого порядка, и вообще сомневаются, как можно почитать мощи. Отец Александр, рассудите, пожалуйста, что можно ответить таким скептикам. И расскажите, пожалуйста, о традиции, православной традиции почитания мощей. Само почитание останков святых является одной из коренных традиций всего православия, вообще христианства в целом. И здесь, конечно же, мы можем свидетельствовать о том, что это почитание начало возникать еще со времен первоапостольских, со времен первых мучеников, когда их тела были брошены на поругание язычниками, римлянами, и затем сохранялись и предавались погребению своими собратьями по вере. И затем Господь постепенно стал действовать таким образом, что ряд останков этих людей оказывался нетленным, не подвергавшимся тлению где-то полностью, где-то частично. И вот в этом церковь зафиксировала, засвидетельствовала свое видение того, что это есть чудо Божие, что это есть не какая-то случайность, и невозможно эти вещи объяснить никакими законами нашего мира, потому что тело истлевает, и полностью за 50-100 лет уж точно становится прахом, как говорит псалмопевец Давид. Но, однако, это особо удивительное действие промысла Божия, действие силы Божией в нашем мире. И, таким образом, почитание святых мощей стало с самого начала истории христианства основополагающей составляющей нашей веры, основополагающей в прямом смысле слова, потому что мощи святых полагались в престол, туда, в то место, где совершалась Божественная Литургия – Евхаристия. И, собственно говоря, до сих пор богослужение Евхаристия совершается на мощах святых. В каждом престоле зашит, заложен ковчежец с частицей мощей того или иного святого. В этом есть очень глубокий мистический смысл церкви, когда мы во время богослужения, во время литургии, во время Евхаристии оказываемся связанными с той торжествующей церковью, в которой святые находятся. И через Евхаристию мы все здесь объединяемся. И здесь, конечно же, по этому мощности Николая Чудотворца – это тоже часть вот этого почитания того небесного мира, торжествующей церкви, к которому мы все стремимся. А как верующим реагировать вот на такие нападки? Нужно ли доказывать, вступать в споры? Ну, а что можно доказывать людям, которые сознательно говорят глупости? Вот тем двум миллионам наших соотечественников, которые пришли к мощам, ничего доказывать не нужно. И люди, понятно, что приходят по самым разным соображениям и самыми разными мыслями к мощам Святого Николая Чудотворца. Но это не важно. Важно то, что они туда идут, и они туда приходят, достигают мощи святителя, и через эту встречу обретают самую главную встречу со Христом. Думаю, это очень важно услышать нашим телезрителям. Сейчас спасибо большое. Еще важно скептикам дать понять, что мощи именно святителя Николая – это мироточивые мощи. И то мир, который собирается в баре, оно там по определенному процедуре, это раз в год, но оно благоухает, и это тоже есть свидетельство вот того отношения Господа к своему святителю. Более того, вот еще отец Александр сказал, что в каждый престол закладывают частицы мощей. А в русском зарубежье в XX веке была традиция закладывать, когда не было ничего, кусочек русской земли. Настолько она была священа для этих людей. И они всегда помнили, что по молитвам святителя Николая все должно обустроиться. И вот отец Александр был в Гаване, он присутствовал на встрече папы Франциска и святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, когда была договоренность достигнута о этом уникальном событии, как уже было сказано, одном из крупнейших событий православного мира в последних времен, даже XXI века, скажем так. На канале «Спас» был марафон. Нам посчастливилось быть свидетелями в прямом эфире, как происходила процедура перенесения мощей из Бари в аэропорт, потом из аэропорта, значит, мы прилетели в Москву, потом была трансляция. Я предлагаю вам посмотреть кусочек этого уникального марафона, это уникальная трансляция этого проекта, который был на нашем канале не так давно. Пожалуйста. Вот находятся мощи, вот как раз вот этот ковчежец, который потом был поднесен к приготовленному ковчегу, и вот оттуда, вы видели, такая серая, возвышающаяся, это и есть ребро святителя Николая, к которому прикладывается сейчас митрополит Иларион, его спутники, члены делегаций. Вот эти кадры, они были сняты немного ранее, чем началась официальная церемония. И никто не ожидал, что наш оператор Сергей Филиппов оказался недалеко, и удалось показать вам, как это выглядело, с каким трепетом и волнением. Знаете, я слушаю свой голос, когда вы комментировали, и вы обратили внимание, что немножко по-другому это звучит, но действительно это было уникальное событие. И когда мы наблюдали это все собственными глазами в прямом эфире, конечно, ощущение непередаваемое. И многие зрители благодарили за тот проект, который нам удалось осуществить. И я хочу продолжить, также еще у нас подготовлен сюжет о том, как мощи встречали в аэропорту. Мы видим, что мощи святителя Николая Чудотворца оказались на русской земле. Это уникальное событие, прямая трансляция в нашем эфире прямо сейчас. Сейчас мы видим, что мы видим эту картинку, которую мы получаем из аэропорта Внуково. Наверное, тут излишне какие-то дополнительные комментарии, излишне говорить о том вновь и вновь, что мы свидетели уникального исторического события. Прямо сейчас крупным планом мы показываем это в прямом эфире. Дорогие друзья, мы видим матрополита Иориона, и мы видим, что это событие уже состоялось. Россия встретила мощи святителя Николая Чудотворца. Прямая трансляция в нашем эфире. Мы видим, что их очень аккуратно и бережно выносят. Мы видим это на своих экранах, дорогие друзья. Я хочу такую ремарку сделать. Если вы обратили внимание, гвардейцы, которые несли ковчег, они были одеты в военно-морскую форму. Потому что все-таки святитель Николай – это покровитель мореплавателей и особенно военных моряков. На каждом военно-морском корабле флота нашего военно-морского находится икона святителя Николая. А уже в Москве святейший патриарх Кирилл провел церемонию встречи мощей святителя Николая Чудотворца. И прямо сейчас мы увидим это видео. От пения тропаря святителя Николая Чудотворца святейший патриарх Московский Евсеруси Кирилл вместе с епископатом и духовенством встречает мощи святителя Николая Мирликийских Чудотворца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Воспевается тропарь святителя Николая под колокольный звон. Мощи святителя следует в кафедральный соборный храм Христа Спасителя. С большим трепетом и волнением все в студии посмотрели эти кадры. Ну что же, сегодня 53 дня, как мощи находятся на русской земле, и 2 миллиона русских людей поклонились к этим мощам. Как самые простые люди приложились к ним, так и известные. У нас сейчас есть звонок Николая Баскова, который уже приложился к мощам. Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Всех приветствую. Очень рад сейчас оказаться с вами в студии. Подскажите, а что вас привело к мощам Николая Годника в храме Христа Спасителя? Ну, вы знаете, прежде всего, все-таки я как бы назван в честь святого, как бы мое имя Николай. И это не первая моя встреча со святителем, потому что до этого я был и в баре. А когда оказалась такая реликвия святая в Москве, то, конечно, я шел, как и многие русские люди, со своими мыслями, со своими просьбами, со своей верой в чудо. Ну, и прежде всего, понимаете, все-таки говорят, невероятная энергетика исходит от святых мощей. И прикладываясь, мы, наверное, что-то внутри себя, может быть, благодаря этому выжигаем то, что мы не знаем, что у нас есть на душе, какие-то мысли, какие-то, может быть, обиды, какие-то не те поступки, которые мы совершали, может быть, что-то в нас меняется от этого. И когда особенно это происходит в течение стольких дней, молятся огромное количество людей, то, мне кажется, именно этот момент тоже обретает какую-то, знаете, общую силу и возможность просто в этот момент по-другому подойти к мощам святого. Потому что, когда я был в баре, там почти никого не было, очень мало было народу. И, с одной стороны, даже как-то не мог сосредоточиться, потому что так все было доступно. А здесь, вот, смотря на этот поток людей и видя, с каким благоговением и с какой надеждой люди идут к мощам святителя Николая, то тут же по-другому как-то это ощущаешь. Встреча со святителем, с великим святым, она была личная в одиночестве? Или вы пришли с родными? Я приходил со знакомыми, потому что, как бы, у меня получилось так, что, естественно, я не смог отстоять очередь. Но, так как я часто принимаю участие в церковных праздниках различных, то, как бы, мне посчастливилось просто очень поздно ночью оказаться в числе последних, как бы, кто заходил в храм, и приложиться к мощам, и помолиться, поставить свечку, написать записку, ну, побыть немного самим собой. Когда вы вышли из храма? Я думаю, основные мысли возникли именно тогда. Что вы почувствовали? Вы знаете, я почувствовал какую-то радость, и в то же время меня как-то даже немного внутри что-то, можно сказать, обожгло каким-то вот непонятным потоком какой-то энергии, пламенем. А когда я вышел из храма, то там же очень много волонтеров находится, которые помогают людям отстоять такие большие очереди. И я записал в свое видео обращение в поддержку всех тех людей, которые помогали выстоять и в жару, и в холод, и в дождь. Вот такой паломнический путь. Спасибо большое, Николай. Всегда очень радостно, когда даже среди известных людей есть верующие люди. Да, я должна сказать, что действительно очень много медийных людей пришли в храм Христа Спасителя и приложились к святыне, и они публиковали не только фотографии, но и видео. Кстати, у вас, Максим, на вашем сайте я увидела очень много видео, записанных с известными людьми. Они приходили как раз и вас благодарили за помощь всех ваших добровольцев. Вот, в частности, Олимпиада Тетерич, более известная как Липа телеведущая, она даже попробовала себя в роли православного добровольца. Я видела, что она приносила... Она нам очень помогла, и сразу в течение всей смены она стояла с нами, раздавала чай, воду. При этом она совершенно не смутилась и была очень рада нам помочь. И какая-то медийность, она никак не сказалась на ее, как все добровольцы. Все вот есть, наших 18 тысяч человек, которые там были, вот она была одной из них, которая одела зеленую салатовую манишку и встала возле цистерны с водой, возле чая, и начала разливать и раздавать всем, всем, который приходил туда. Ну вот у меня вопрос к психологу. Вообще вот так легко, например, стоять в очереди с таким медийным человеком, и, соответственно, медийному человеку вот с обычными людьми, которые, возможно, скромны, общаться так? В бане все рядовые, для врачей все голые. Вот меня очень интересует наоборот, вот спросите, батюшки, как вы объясняли людям, которые стояли 13 часов, о том, что конец, надо закрывать ворота, а их же нескончаемое количество, как вы объясняли людям, что нужно прийти завтра? Какие вы слова находили для них? Да, можно сказать, что, в принципе, действовала довольно такая подробная система оповещения. И, конечно, все те люди, которые приходили к установленному заранее времени, они могли пройти, встать в очередь и дождаться своего часа. Но приходилось объяснять, это я, к сожалению, лично в этот момент там не присутствовал, но те наши священники, которые во множестве дежурили в очереди, надо сказать, что практически все московское духовенство, и подмосковное духовенство приняло участие в работе здесь, у мощей. Кто-то служил молебной, кто-то был рядом с ковчегом, кто-то дежурил в очереди. И там, как Максим сейчас рассказывал, молился вместе с нашими паломниками, чтобы их это утешить и укрепить в их стоянии. Поэтому священники находили правильные слова. Господь всегда дает на сердце, на ум те слова, которые необходимы сейчас себе, потому что это иногда бывает так даже сложно самому придумать что-то, что нужно сейчас сказать человеку, которому тяжело. И в какой-то момент просто Господь себе дает эти слова на сердце. То есть каждый раз это индивидуально? Я думаю, да, конечно. Мне вот интересно, я хотел спросить, а вот самый последний момент, когда закрывается уже, вот надо сказать людям, какие слова обычно говорят людям, которые не успели? Да я что-то спросила, именно на этой спросе. Нету неуспевших. Очередь закрывается в самом конце. Последний человек. Да, хвост очереди. Хвост очереди условно закрывается, и после этого все, абсолютно все, кто встали в очередь, по восстановлению патриарха, они проходят до храма. То есть все, да? Еще писали в социальных сетях, что вот иногда им сложно было подойти к овчегу, и прям толкали, как-то вот было. Это что, с организацией что-то? Или просто люди настолько уставали, что они не могли уже устоять? Или в чем была проблема? Нет, тут важно понимать, что любой человек, задержка на любую минуту у мощей, это порядка ста паломников, которые не успеют приложиться к мощам, которые будут где-то в конце, не успеют в нужное поставленное время войти в очередь. И поэтому при всей любви каждого из нас к святому невозможно позволить каждому очутиться вот там у мощей и задержаться на долгое время и молиться. Поэтому в храме были специально отведенные зоны, где уже приложившись к мощам, можно было помолиться, послушать Акафисты, остаться вплоть до самого закрытия храма. У нас были люди, которые приходили утром и уходили, когда храм закрывался. Но у самих мощей задерживаться действительно можно было буквально секунды, потому что это беспрерывный поток. И когда идет 60 тысяч человек, когда скорость у мощей порядка 50 человек в минуту, невозможно по-другому, к сожалению, было делать. И мы максимально подходили ко всем аккуратно. Мы специально делали смену добровольцев, которые стояли в мощей, для того, чтобы они отдыхали каждые 45 минут, час, для того, чтобы у них появлялись новые силы. Потому что есть понимание того, что человек, который отводит, провожает людей от мощей, это наиболее эмоционально сложная задача. Потому что ты каждому из них объясняешь, что мы извиняемся, но у вас нет возможности. У нас нет возможности. За вами еще десятки тысяч человек. Максим, ну все-таки люди роптали. Конечно, роптали. Я видела их прямо под локтем. Но молитва святителя Николая, она всегда помогает. А были какие-то случаи, чтобы кто-то встал и сказал, я не уйду? Нет, у нас все люди понимающие. И наши добровольцы всегда с улыбкой. Во-первых, сразу после мощей вручали икону святителя Николая. После этого, как я уже сказал, были специальные места, где можно было помолиться. И мы объясняли каждому паломнику, что мы ни в коем случае из храма вас не выводим. У вас есть возможность до самого вечера, сколько вы хотите остаться в храме, повторяющиеся молебны, которые также наши добровольцы, порядка пяти тысяч добровольцев в течение всего этого времени, пипели в качестве певчих, послушать. И главное, никто никого, конечно же, из храма не выводит. Мы просто показываем, от соприкосновения со святыней благодать, наверное, может быть, даже не предается. Именно вставание в очередь, стояние, именно путь к святыне, он помогает человеку. Я бы хотела задать вопрос отцу Александру. Вы знаете, вот очень многие скептики говорят, что в связи с тем, что привезли мощи святителя Николая в Москву, испортилась погода. Это может быть смешно, но действительно существует такое мнение. Да, мы слышали такие, можно сказать, обвинения по отношению к святителю Николаю. Мы здесь смеемся, но обвинения буквально. Или к церкви, которая как-то не разогнала, руками не раздвинула тут, значит, углока над Москвой. Но на самом деле это такое предельно языческое отношение к всему, что происходит над нами. Вот Господь, если действует каким-то образом, с такими явлениями природными, он действует напрямую. Вот однажды один губернатор одной, не буду называть ее, областью на Украине сказал, если патриарх приедет в мою область, то только через мой труп. Через день его убила молния на рыбалке. Это не шуток. И патриарх приехал. Патриарх приехал. Так что, если Господь, извините, уже бьет, так бьет. Александр, еще, отец Александр, такой вопрос. А чтобы пойти молиться, вот у меня сын большой, ему 19-20 лет, мы с ним идем вместе. Как надо готовиться, что надо, как себя чувствовать, или может быть как-то, может голодать, или что-то, вот я не знаю, может быть, чтобы болеть. Нет, ну голодать совершенно не надо, вообще надо питаться правильно. 19 лет. Тем более, что пост кончился, и мы можем спокойно, спокойно кушать все, что мы хотим. Надо, главное, набраться терпения. Нужно надеть удобную обувь, потому что, в принципе, надо понимать, что наше внутреннее духовное состояние, оно во многом зависит от нашего физического состояния и душевного состояния. Нет, хватит спокойно. Поэтому нужно, чтобы все было правильно. В здоровом теле здоровый дух, как говорили античные греки. И поэтому, набравшись терпения и устроив все правильно внешне, нужно с любовью к святителю воздохнуть и сказать, святитель, очень не колой, помоги мне подойти к тебе и к тебе прикоснуться. И стоять спокойно, молиться, общаться с людьми, как правильно сказали, где нахождение в очереди, это и общение, это и радость встречи, это и радость какого-то узнавания других людей. Поэтому с терпением и с любовью нужно идти. Вот в этом смысле, конечно, на самом деле, вообще в целом этот опыт, это не только опыт любви к святителю, да, это опыт любви друг к другу. Вот говорили о том, что секунда рядом с мощами и дальше должен идти, тебя немножко под руки, ты как-то можешь возмущаться тем, что вот хотелось бы, а не получается. Но это опыт любви к тем людям, которые стоят за твоей спиной. И это тоже очень правильно для всех тех миллионов, которые поклонились. Опыт понимания того, что я не один, а мы все вместе. Да, замечательно. Конечно, мы все здесь, вокруг святителя, объединились в целом всей нашей великой страной. От Владивостока до Калининграда приехали люди сюда, в Москву, еще приедут в Питер. И это объединение поверх всех наших каких-то политических, я не знаю, социальных, любых других разделений, это очень важно. И в таком общественном смысле значение нахождения здесь мощей святителя, оно тоже чрезвычайно существенно, потому что это то, что нас по-настоящему объединяет. Весь наш народ, всю нашу страну, каждого из нас. Мы все русские православные люди. Нас, как мы все видим, очень много. Отец Александр, а вот еще, знаете, в социальных сетях было тоже очень много мнений о том, что паломничество к мощам святителя Николая, это становится такой сообразной модой. И вот люди в комментариях пишут, я стоял 5 часов, 6 часов, 11, вроде бы как даже хвастаются. Вот какое ваше отношение к такому мнению, что это такое действительно веяние моды? Вы знаете, а очень хорошо, что у нас такая мода появляется. Вот мода на рваные джинсы, это как-то, или на ловлю покемонов, это как-то так себе. А вот мода на стояние в очереди к святыне, это хорошая мода. Она говорит о том, что нам есть чем гордиться. И люди понимают, что это хорошо. Ну, с другой стороны, конечно, есть, как мы уже говорили, не всегда правильное отношение людей к святыне. Что вот я прикоснусь, и у меня там все в жизни наладится, и все в жизни устроится, вообще вот все с завтрашнего дня будет хорошо. Это тоже неправильно, потому что нужно понимать, что это вопрос абсолютного доверия веры и доверия Богу и его святым. И в этом смысле наша вера отличается от магии. Не то, чтобы я попросил, и мне тут получилось за мое жертвоприношение, я готов принять волю Божию о себе, какой бы она ни была. Я прошу святителя о том, чтобы он мне помог с работой. А я вдруг лишаюсь в жизни всего. Значит, так надо. И вот эту вот волю Божию о себе через святителя я должен уметь принимать. Это очень важно. Это на самом деле не так просто дается. Это такая вещь, которая приходит с годами опыта веры. Но и даже люди, которые этого не понимают, неважно. Если они чувствуют, что им нужно сюда прийти, они сюда придут. Я вам больше скажу. Святитель приводит к себе всех самыми разными путями и инструментами. И если человек приходит к нему в храм, прикладывается к его мощам, это наша победа. Это победа святого, который радуется и хлопает в ладоши там на небе. Потому что он знает, что эти люди пришли к нему, пришли к Богу через него. И, собственно, ради этого стоит людям все что угодно внушить, что это модно, что это полезно, что это, я не знаю, приведет к хорошему пищеварению и прочее, и прочее. Неважно. Главное, человек пришел к святому. И дальше он вышел 100% совершенно, чуть-чуть другим человеком, немножко изменившимся. Дальше задача церкви уже найти путь к сердцу этого человека для того, чтобы он остался в храме. Это для нас огромный вызов, и мы тоже, конечно, должны все это еще осмыслить. Человеку открыть, наверное, свое сердце Богу, конечно же. Я вот видел в первые дни, наблюдал ситуацию, тоже уже входя вечером, впоследствии вместе с последними людьми, в первые дни была же ситуация, когда можно было за час, за полчаса пройти в очереди, в первую неделю. Когда уже вечером люди заканчивались, сидели с свободным потоком. И я видел, как одна девушка со своим молодым человеком, совершенно явно невоцерковленным, входила в храм, и он озирался так опасливо, не понимал, что не идти. Она как бы пошла, пошла. И в итоге я понимаю, что они подошли к мощам, он с очень таким неуверенным лицом на это посмотрел, но в данный момент я прям почувствовал, как у него что-то внутри изменилось. То есть это вот некое действительно проведение Господа. Потому что тысячи людей, которые подходят туда, действительно переживают что-то новое, и я сам свидетельствую, что я видел многих и многих, которые вот так вот приходили и скептически относясь, ну что у вас тут, выходили оттуда с влажными глазами, с пониманием того, что они прикоснулись с чем-то великим. Вот у нас как раз есть жизненная история людей, которые вот в первые дни успели приложиться. Давайте посмотрим их. Гришна просила о снятии грехов и о здравии всем близким. О самом сокровенном, о здоровье, о благополучии своей семьи. У меня есть дочь, и о будущем своем ребенке, о детях и своих. О всем, о хорошем, о здоровье главное, вот об этом. За сына просила. О чем еще может мать просить? Конечно, чтобы у сына все было хорошо. Я просил здоровья своей маме, она серьезно больна. Хочется, чтобы у ней было полегче, чтобы выздоровела она наконец. Собственно говоря, все, больше ни о чем. Секрет нельзя тайной разглашать. Ну, чтобы моей семье помог, чтобы открылась вся правда. И здоровья детям. Знаете, вот когда люди приходят в храм, часто мы обращаем внимание, что именно у иконы Николая Чудотворца больше всего возжигается свечей. Это обычно для русского храма. И вот то, что будет в Санкт-Петербурге, а ведь мощи прибывают туда завтра, мы надеемся, что будет, ну, чуть меньше, конечно, чем в Москве, все-таки другой масштаб. Вот тех людей, которые мы сейчас видели, это тот самый вот первая реакция. Ведь когда только открылись мощи, все ждали, а как это будет, а пойдут, а может быть завтра очередь закончится. Не закончится. Также, как она не закончится в Александровской лавре в течение двух недель, напоминаю, с 13-го, то есть завтрашнего, до 28-го июля. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, почему так близок Николай Чудотворец русским людям? Как вы считаете? Почему так почитаем в России? Николай Николаевич, победитель народов. Действительно, даже одно имя, это так вот, человека возвышает, и перелывает его сильным, мужественным мужчиной, так сказать. Так что это имя-то уж очень хорошее. Победитель народов. Ну, победитель не народов других, а победитель, так сказать, сам себя побеждаешь. Вот, кто-то говорит, с собой тоже надо бороться, со всеми своими порохами, грехами и все. Конечно, вся жизнь в борьбе, кроме того, наша страна все-таки, ну, непобедимая. Вот, поэтому Николай, которые живут в нашей стране, они дают вот такую основу для непобедимого народа. Непобедимый, потому что, ну, сколько можно вообще учить наших недругов, которые заходят к нам с Востока, с Запада, еще откуда-то. И каждый раз, ну, столько жертв всех, не хочется столько даже говорить, сколько жертв мы терпели в каждой из этих войн. Ну, ни одна из них не увенчалась, так сказать, победой наших, так сказать, супостатов. И в этом отношении, конечно, ну, явно, что совершенно Россия, ну, и Русь святая, и теперешняя Россия находится все-таки, очевидно, как мы говорим, под покровом Престой Богородицы. И явно, что никто нас никогда не заставит встать на колени. И вот этот бессмертный полк, вот это удивительное новое движение, которое, ну, собственно, инициировано было Василием Семеновым, Михаилом Ножкиным и другим. Как крестный ход, да, своего рода наш. Практически тоже свой крестный ход, но такой же миллион, и с такими портретами. Я сам хожу с своей семьей, и с портретами там наших предков, которые, значит, вот и дяди, и отца там. И, понимаете ли, это потрясающе. И вот у Ножкина есть эта песня «Марш бессмертного полка», и там говорится, что война окончена, но в мире нет покоя, и снова недруги пугают нас войной. Мы не боимся их, ведь мы – страна героев, и каждый встать готов за Родину стеной. Вот эта вот, понимаете ли, убежденность в том, что каждый готов встать. Ну, кто-то скептики опять, говорит, да нет, не каждый, там что-то, ну, знаете, каждый ослушает этих скептиков. Ну, невозможно же всех перевоспитать. Мне вспоминается такая сценка у нас в Рязани. Вот у меня мой дедушка двоюродный, который был священником, настоятелем храма всех скорбящих радостей, в самом центре, в самой главной церкви такая, он похоронен у алтаря, я навещаю эту могилу. Потом на Лазаревском кладбище похоронен мой дед со стынаца, детственная мать, и дядя, отец, все похоронены. И совсем недалеко такой памятник из черного гранита, протеерей Петр Павлов, отец Ивана Петровича Павлова, великого нашего ученого-физиолога. И, кстати, заметьте, вот есть такие международные журналы, международные, где все страны вместе участвуют. И в двух журналах там есть такой портрет лучшего ученого этого направления всех времен и народов. И вот в журнале физиологии там Ивана Петровича Павлов помещен, а в журнале генетика помещен Николай Иванович Вавилов. Вот такие у нас два великих ученых. И вот Николай Иванович Вавилов, то есть Иван Петрович Павлов, который был, конечно, воспитан в духе православия своим отцом. Не то, что там дедушка, как у меня и отец у меня был глубоко верящим человеком, хотя ученый. Но Иван Петрович Павлов приехал уже пожилым человеком, опять в Рязани, с Ленинградой, с Колтышей, где он ведет свои работы. И он идет в церковь, он останавливается, начинает креститься, да, истово креститься. А церковь в это время мимо проходит молодой рабочий. Это он рассказывал просто, ну не мне лично, я с ним не мог пересечь, сколько родился через год после его кончины. Но рассказывал он другим людям, креститься. И в это время мимо, ну пожилой человек, бородатый, такой, знаете, немножко уже сутульный, 30 какой-то, 5-4 год, незадолго до его блаженной кончины. И вот он крестится, и в это время проходит мимо рабочий, такой в кожной тужурки, значит, в кепке, такой уверенный в том, что они, так сказать, ну, как это, который тут временно и слазь, кончилось ваше время тогда. Так получается, православные, которые стоят сейчас на набережной, они, ну, как бы, они за веру, за землю, у нас много, отлично. А в то время, я одну фразу хочу сказать этого рабочего, он проходит, подходит к Иоанну Петровичу Павлову Нобелевскому лауреату, крупнейшему ученому мира, уже Нобелевскому лауреату, и все, подходит, ну, и так, и так, пока ты так вот пальцем на него, и говорит, эх ты, темнота необразованная, что ты крестишься, понимаешь? Спасибо, Николай Николаевич. То есть, умный человек не должен этого делать, понимаешь? Мы сегодня говорим о таком удивительном святом Николая Чудотворца, и, конечно же, многие уже люди ждут в Санкт-Петербурге прибытия мощи, уже завтра они смогут приложиться там, и нужно сказать, что почитание святого, оно выражается не только количеством людей, которые стоят в очереди, в ожидании того момента, когда они смогут приложиться, но еще и тем количеством храмов, которые посвящены святому Николаю Чудотворцу, и как раз один из таких храмов находится в Тамбовской области, а именно в Жаксинском районе. Интересно, что это самый старый храм, и он существует только благодаря тем прихожанам, которые заботятся о нем. Вот я сейчас предлагаю вам перенестись в Тамбовскую область и познакомиться с историей этого храма, который освящен в честь Николая Чудотворца. Суровость Марии Алексеевны Леденевой одной из самых преданных, активных и старейших прихожанок Никольской церкви в селе Большая Ржакса, конечно же, напускная. Уж очень хочется показать свой любимый храм во всей красе. Это одна из главных достопримечательностей в Ржаксинском районе, единственной сохранившейся из построенных до революции. В 11-м году было 100 лет церкви. И вот эти вот иконы у царских брат, вот-вот, и вот этот спаситель, и с этого места, извиняюсь, сохранились. А это и правда можно назвать чудом. Судьба Никольской схожа с судьбами многих церквей в советские годы. Здесь и колхозные автомобили ставили, и картошку хранили, и тракторы чинили. Только в 90-е храм опять стал храмом. В этом храме уже 22 года отслуживал. Именно в этом храме. Когда пришел сюда, и что здесь было, и что здесь стало, это что небо, конечно, от земли. Интересный факт рассказывает отец Николай. В 1900-м году, когда начинали строительство церкви, полагались лишь на свои силы да Божью помощь. Сохранились свидетельства, что на работы по собственной инициативе приходили десятки крестьян из окрестных сел. Строили 10 лет. История повторилась. Восстанавливали храм тоже всем миром. Каждый внес лептого по силам. Некоторые начинают кичиться. Вот это я сделал, это я сделал. Да нет такого. Я. Все в храме сделано на пожертвования селян. Ими же обустроено, выбрано, покрашено и украшено. Именно так, как помнят старейшие жители села с детства. Средний возраст постоянных прихожан 70 лет. Но вместе с бабушками и дедушками приходят их дети и внуки. Это значит, что будущее у старого храма есть. Аллилуйя, аллилуйя. Мария Дмитриева, Илья Камбаров, Вести, Тамбов. Ну, я думаю, что если прихожане будут такие же, как Мария Алексеевна, которую мы видели в начале сюжета, то я думаю, что храм точно будет продолжать жить по молитвам, конечно же, святителя Николая. Наташа. Ну что же, а уже с завтрашнего дня к мощам святителя Николая можно приложиться в Санкт-Петербурге. И у нас сейчас на скайпе есть звоночек от актера Валерия Бояринцева. Я знаю, что это ваш друг. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, студия. Подскажите, как ваш родной город готовится к принятию мощей святителя Николая? Наш родной город готовится очень хорошо. Тут люди уже давным-давно ждали этого главного события. Многие даже не уезжали этим летом. Город наполнен православными людьми, очень это отрадно. Вот сейчас отрадный сюжет из Стамбовской области посмотрел. Очень приятно, что все это возрождается. Ну, а у нас в Санкт-Петербурге. Мне хотелось уточнить, что Валерий человек с ограниченными возможностями. И вот именно для него особенно важно приложиться к мощам. Максим, вот будет ли ему оказана помощь? Я думаю, и так и есть, что точно так же, как и в Москве, и в Питере, будет организована социальная очередь для всех, кто действительно не может отстоять 10-12 часов в очереди. И это очень важно. И особенно, особые слезы, наверное, были видны, когда ты стоишь в храме и смотришь на людей, которые подходят. Именно у тех людей, которые не смогли бы отстоять это. Люди на колясках или женщины с маленькими детьми, когда они доходят, прикасаются, и ты видишь, насколько невероятно они счастливы этому. И даже несмотря на то, что они прошли за 10-20 минут, поскольку действительно, как же бы они стояли 10 часов, но вот эти вот слезы радости, они невероятные. И вот... Я все-таки Валеру очень хорошо знаю, мы с ним пересекались. Замечательный человек, прекрасный, глубокий человек, очень замечательный такой... Николай, вы можете прямо сейчас к нему обратиться. Валера, здравствуй. Я хочу сказать, что я приеду. Приеду в Петербург, я тебя, в конце концов, познакомлю со своим сыном. У меня замечательный, прекрасный сын. Ты давно хотел меня увидеть, и я тебя хотел увидеть. Поэтому я приеду, и я буду с тобой стоять долго-долго и общаться с большим удовольствием. Так, может быть, вы вместе приложитесь? Да, я по это и говорю, что я поеду в Петербург, я тебе позвоню, и я вместе с тобой и с сыном я готов простоять и 25 часов. Валерия, насколько для вас важно приложиться к мощам? Важно, конечно. Я считаю, что для всех верующих это важно, приложиться к мощам. Потому что вера, правда, дает силы жизни жить. Спасибо большое. Валерий... Вы знаете, Валера прошел через такую долгую и очень тяжелую жизнь. Я вот сколько знаю его. Я его хочу поздравить. Он совсем недавно получил квартиру. Я благодарен, что ему помогли. Действительно, он очень хороший человек. И ему как раз нужна эта вера, вот это вот ощущение того, что кто-то помогает. Это очень важно. Он над всем был Валерой. Да. Поэтому Валера очень глубокий человек. Он очень хороший человек. Бог поднимает. Дед Александр, ну действительно, святитель Николай, даже его называют русским святым. Почему так? Как уже сегодня мы слышали слова патриарха о том, что святитель Николай никакого не имел отношения к России, здесь и не было, и не знаю, имел ли какое-то представление вообще о том, что где-то там есть такая часть этого мира. Просто потому, что его так любят наши люди, именно из-за того, что они его любят, что он их любит. Почему так происходит, мы не знаем. Почему мы называем те или иные страны уделом Пресвятой Богородицы, например, Афона, Грузию. Почему так выходит? Мы не знаем, почему она особенным образом покровительствует народам и странам. Так же, святитель Николай, почему-то особым удивительным образом покровительствует именно нашей стране. Но сейчас всегда, когда говоришь о стране, с учетом нынешней геополитики, сразу так должен себя как-то оговорить и сказать, что вот не вполне... Вот весь русский мир, я думаю, так вот, весь наш русский мир, включая и Украину, и Белоруссию, и другие страны, на которые простирается присутствие русской церкви, где живут русские люди, все они чтут святителя именно потому, что он их так горячо и крепко слышит и им помогает. Почему происходит, сложно объяснить, но, однако, мы знаем, что от Никольской башни Кремля и вплоть до самых отдаленных городов, как вы сейчас видите тоже в сюжете, называются церковь в честь святителя Николая, называются дети в честь святителя Николая. И это почитание настолько глубоко, что даже проникает и в среду наших братьев, например, мусульман, которые, мы знаем во множестве, тоже почитают Николая. Чудотворцы приходят в храм, например, у меня в храме Солнцево, приходят мусульмане со стройки еще откуда-то рядом, и говорят, где свечу Николю поставить. И идут ставить свечу Николь, потому что знают, что... Сегодня мы тоже почитаем святых апостолов Петра и Павла, и как раз это последний день, когда мощь святителя Николая находится здесь. Вот, отец Александр, это как-то планировалось, с этой датой как-то связано, что мощи святителя Николая в Петербург отправляются после этой даты? Ну, планирование всего времени пребывания мощей святителей в России было связано с разными условиями, не только такого богослужебно-календарного характера, потому что тут много очень всего, и, конечно же, надо понимать, что эта организация, на самом деле, очень сложный процесс был, и, может быть, специально, вот, непосредственно от даты не отталкивались, но плюс-минус один день, да, конечно, учитывалось, что именно в этот день будет завершение пребывания мощей, с тем, чтобы на следующий день уже они оказались в Петербурге. Но вообще, я должен сказать, что нужно отдельное огромное спасибо нам сказать правительству Москвы и всем московским структурам, которые здесь работали. Огромное количество, десятки подразделений Москвы, которые оказывали здесь содействие, не просто как какие-то люди, которые там в стороне находятся, делают то, что необходимо, а мы в штабе трудились с ними рука об руку, плечо к плечу, можно сказать, и поскольку никто не понимал, сколько будет людей, как будет все организовано, то решение было нужно принимать каждый день, и их нужно было принимать с учетом того, что количество людей растет, и нельзя никого обидеть, нельзя никому не дать поклониться мощам святого. Люди, которым это было бы безразлично, так скажем, просто так в кавычках говорят, чиновники, они бы сказали, ну у нас вот рабочий день там до пяти, до свидания, все закрыто, туалеты увезли, там, я не знаю, все волонтеры разбежали, все, никого, ничего не зная, полиция разбежала, все. Нет, люди стояли, вот, как в бою, понимаете, для того, чтобы сделать всем хорошо. И это могло быть только потому, что люди внутренне понимают необходимость и важность этого события для всех нас. Но не только этого события же, и у нас на Руси, в России почитают многих святых. Вот почему у нас такое трепетное отношение к ним? Ну, вообще, во всех странах, во всем православном мире почитание святых является такой ключевой составляющей нашей веры, потому что святые – это просто те же самые люди, которых мы знаем в жизни, вот мы с вами находимся рядом и знаем друг друга, но при этом кто-то, возможно, когда-то станет святым. Потому что Господь так действует в нашем мире, что Он определяет особым образом, касается особым образом всех или иных людей, которые по его промыслу затем находятся уже в Церкви торжествующей, в Церкви Небесной, к которой мы все стремимся. И вот святые наполняют ту церковь, которая является неким, так скажем, образом Царствия Небесного. Мы понимаем, что мы можем достигнуть того же, чего достигли они. Да, мы не можем, как преподобный Серафим Старовский, тысячу дней стоять на камне, мы не можем, как преподобный Сергий Радонежский, создавать монастыри и учить монахов умной молитве, но мы можем, по крайней мере, на их опыте жизни понимать, что мы можем становиться чуть лучше каждый день своей жизни. И в этом смысле святые – это огромная помощь нам. Без них мы были бы беспомощными такими щенками слепыми, которые не знали бы, куда деться. Здесь мы знаем, что вот он, родной святой Николай, вот он был таким же, как я. И я могу так же, как к своему другу, к нему обратиться и сказать, Николай, помогай. И он поможет. Да, конечно. И на конкретных примерах жития святых. Правда, Борис? Ну, святые, их почитание началось, по сути, наверное, с апостолов. Вот даже пост, который закончился сегодня, он называется апостольским. Сегодня отмечаем, празднуем память святых апостолов Петра и Павла, первых и верховных. А завтра у нас почитаются все 12 апостолов. Собственно, они и заложили фундамент той Святой Единой Соборной Апостольской Церкви, в которой мы живем. И я даже процитирую Святейшего Патриарха, что все это требует от верующих людей способности защищать свою церковь. Он говорил о подвиге 12 апостолов, о их служении. Оберегать ее, активно участвовать в ее жизни, становясь общиной горячей веры, общиной единомышленников, продолжающих в истории служения святых апостолов, такими же, как были и сегодняшний Петр и Павел, и завтрашний. Пожалуйста. 13 июля Русская Православная Церковь отмечает собор славных и всехвальных 12 апостолов, который является древним праздником. Святая Церковь, чествая каждого из 12 апостолов в разное время года, с давних времен установила и общее им празднование на следующий день после памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла. Святой благоверный князь Константин Великий построил в Царьграде храм во имя святых 12 апостолов. Указания на совершение этого празднования встречаются уже в IV веке. Почти все апостолы Христовы окончили свою страдальческую жизнь мученически. Святой Андрей Первозванный, проповедовавший Евангелие еще и нашим предкам, был распят на кресте так же, как и Петр, Яков Алфеев, Иуда Яковлев и Симон Зелот. Святые апостолы Павел и Яков Зведеев были обезглавлены. Фома проткнут копьем. Один лишь святой Иоанн Богослов скончался мирно, хотя и он при жизни претерпел множество страданий. Его бросали в кипящее масло и томили в заключении. Теперь они удостоены высокой чести на небе, окружают престол Божий, а на страшном суде Христовом, восседая на 12 престолах, будучи вместе со Господом, судят всех людей, живых и мертвых. В этот же день церковь вспоминает преподобного Петра Царевича Ордынского, Ростовского, а также прославление святителя Сафрония и епископа Иркутского, а также новомучеников и исповедников XX века, священомученика Тимофея Петропавловского Пресвитера, преподобномученика Никандра Прусака, преподобномученика Феогена Козырева и мученика Иоанна Демидова. В этот же день церковь также торжественно посчитает Балыкинскую и Горбаневскую иконы Божьей Матери. Сегодня мы говорили о принесении мощей святителя Николая в Москву и Санкт-Петербург. Подводя итог нашему разговору, хотелось бы сказать, что Господь по молитвам Николая Чудотворца и других святых не станет отказывать нам в наших просьбах. Нам просто надо научиться самим просить искренне, без лукавства и желания обмануть. И тогда святитель Николай и Господь обязательно услышат нас, даже если мы будем находиться вдали от их святых образов или частицы мощей, например, святителя Николая. Около пяти лет назад я была в Италии в баре вместе со своими четырьмя детьми. И я приложилась к мощам. И было настоящее чудо, когда мы с детьми там причастились. Но куда большее чудо происходит сейчас на нашей земле, когда два миллиона людей приложились к мощам, хотя, возможно, долгие годы они хотели полететь в Италию, но для них это был невыполнимый подвиг. А выстоять в очередь в 11 часов вполне реальность. Наша программа завершается. И я, конечно, должен сказать, что ее вели сегодня Наталья Москвитина, Инна Веденисова, Галина Теряева. И я хочу поблагодарить наших гостей, отца Александра, конечно же, Максима Соколова, Наталью Толстую, но обязательно двух Николаев. Ну как же без этого. Это Николай Перминов и Николай Николаевич Дроздов. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Ну а в конце можем только сказать, что отче Николе, моли Бога о нас. До свидания и храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!